Привет, драйверы! Это финальная серия моего путешествия на Кавказ. В этой части вы увидите нежданчик на дороге, который мог вылиться во что-то очень страшное. Как выглядит дорога, на которой снимался Интерстеллар. Команда Need for Trip расскажет, какая я на самом деле без камер и вне блогов. И как выглядит посвящение в Need for Trip. Погнали! Моя спортивная лута началась с 25-минутной пробежки на моей дорожке. Это на самом деле было одно из самых необычных мест, где я проводила утреннюю пробежку и разминку. И я прибежала после того, как мне Коля позвонил и сказал, Ангелин, какую-то историю хотят рассказать, но без тебя не могут. Поэтому мы сейчас справляемся туда и узнаем, что ждет история. Мы выехали в 3 часа ночи снимать обратно туда, на Джилусу. В ДОГ. В ДОГ как документальный фильм, который снимает наш режиссер Рома. Мы приезжаем к рассвету на этот маршрут. Подходим к морде Ягуара. А там, короче, на впуске. Вот у нас дрель, правый, нижний. Вот птица рассвета, короче. На краю. Мы такие, что, типа кошка съела птичку. Типа Ягуара. Мы такие, все, отлично поехали. Приезжаем туда на вход. Там брус, все там, спуск, красиво. Все, давайте, парни. Говорит нам, парни. Я, говорит, сейчас встану, буду снимать. А вы меня просто издрячите жестко. Вы прям по всей дуне. Есть. Что происходит? В смысле, мы уезжаем назад, встаем. Я еду первый, лес за мной. Мы просто так, газ в пол. С горы вот так вниз. Пролетаем, ребят. И начинаем теперь лететь. Мы взлетаем в такую яму. На скорости 200. На 200, да. Ступи. Я ударяюсь головой об панораму. Переземляюсь, отлавливаю, короче, как-то тачку. Вижу в зеркало лес тоже, там, как-то его вот так отлавливает. Ну, мы останавливаемся, я вижу, что тачки все раздеты. Ну, типа, камеры нет. Ни одной камеры. Ни одной камеры не осталось на машине. У этих истерика, потому что это все на их глазах. Мы подлетаем, типа, на полметра. Сюда! 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 а скрин я сделал а письки дрифт, что хотите, там просто и еще такие звуки, все в дыму, я просто как и как у вас там принято, месяц, ну короче просто безумно радостный Мурат, ну просто у него улыбка, потом он подъезжает и говорит, помните у меня ошибка была, дифференциал не работает, так вот, он работает и уезжает, ну короче он там как-то шлепнулся и он заработал, и всю обратную дорогу он дрифтил, это как старые теледи советские, знаете, если не работают нужно жестко сдарить, вот ягуар старый советский блин, так не хочется говорить, но короче, ребят, так делать, ладно, ребят, в принципе вы сделали большую ошибку в том, что вы по неизвестной вам дороге поехали так быстро, все-таки это был, как я понимаю, неизвестный вам маршрут и вы решили повороздить просторы нового, но так быстро ехать в горах, тем более, нельзя вообще, не придет обстоять, даже если вы хотите починить дифференциал, ладно? есть, конечно, что-то волшебное в этих горных дорогах, ты ощущаешь полную свободу и каждое мгновение становится незабываемым, но знаете, свобода на дороге начинается с выбора правильного автомобиля и для меня, как и для многих, это целая история. Когда я выбираю себе машину, для меня всегда важно одно спокойствие. Я не хочу тратить много времени на бесконечные проверки, звонки и встречи с продавцами, именно поэтому я выбираю автомобили в разделе Select на Авитоавто. Почему именно здесь? Во-первых, все авто только от проверенных дилеров и с обязательной поддержкой личного менеджера. На каждую машину есть подробный отчет об ее истории, так что ты сразу знаешь, с чем имеешь дело. Еще один крутой бонус, вы знаете диагностика от эксперта. Тебе даже не нужно приезжать в салон на осмотр, если нет времени и сил, ведь эксперт от Авито пришлет в виде отчет прямо из салона и все это бесплатно, потому что все траты берет на себя продавец. Для меня Select – это новый уровень комфорта. Не забывайте, что свобода на дороге начинается с правильного выбора. Оставила ссылочку в описании. Короче, тут проснулся Лев и он мне показал скриншот, как именно выглядел подлет автомобиля. Сосноватый. Вы прикиньте? Я знаю, как мы остались живы, но слава богу, что все хорошо. Какое складывается обо мне мнение, исходя из моих соцсетей? Начнем с этого. Ну да, но я не сильно, я так скользь и… Я думала, что мы огребем кучу говна, что это супер истеричка, что ты будешь просить лиски. Просто это труд. У меня с утра нужно было кофе перед беговой дорожкой, а не было молока в номере. Я такая, можно, пожалуйста, мне там с утра кофе и принеси мне. Мы ездили вообще за ним в Кисловодск. Вы что, угораетесь? Если вы сказали, что вы ездите в Кисловодск, я бы сказала, да на наших эти сливки. Я чую, я чую, как я буду полоскаться и до говнища, просто и огребать за все. И я очень за это переживала, потому что я очень сильно переживала, что я не смогу так, знаешь, как с другими участниками. Итогу, первый КПП, Ангелина выходит, значит, сфоткать с пограничниками. Я слышу их разговор, и она просто начинает с ними угорать. Я такая, смотри, длинненько. Я такая, подожди, она тоже может. И все, и еще на welcome завтрак, она закинула пару шуток. Я такая, это смешно. Ты знаешь, у меня типа прям, я такая, подождите. Я такая, гванишет. Да, ну реально, я прям такая, нифига, она классная. Ребят, я абсолютно простой человек. Вообще. Я люблю черный юмор, я люблю, в принципе, юмор. Я очень самый ироничный и самый критичный человек, и со мной погорать можно спокойно. Я даже иногда себя слишком сильно грязью обливаю, если честно. This thing is 300 bucks. Если хотите хейта, на другой канал. По факту. Ну это как-то не ты сделаешь, реально. Я по вам берешь. Ну блин, ты все вообще по кайфу разложила. Большая молодец. Спасибо большое. У нас есть Ангелина, у нас есть Мария. Суть в чем? У них сейчас будет батл. Мария должна будет рассмешить Ангелину любыми возможными способами. Нельзя даже улыбаться. Нет, а кто-то это снимет? Нет, кто-то это снимет? Нет, кто-то это снимет? Нет, кто-то это снимет. Два часа ночи, сообщение от Виолетты. Я хочу, чтобы ты послушал. Раунд 1. ФАЙТ! Старый, ты не трогаешься. Могоцикл заводчик. Покажи сколько мне. Раунд 3. «Раунд 3, файт!» знаете такую вкусную газированную водичку архиз так вот сейчас мы направляемся именно в ту местность где она неподалеку добывается это и будет наша финальная точка трипа 200 с лишним километров дороги по степям и серпантином с небольшими пид-стопами летом мойки мы помылись сейчас мурат будет там тратить машин для того чтобы закрепить губу потому что он раскатался там сильно закатывать обратно это во время прыжка или нет я наехал на камень и дал задний ход я помню что я на него сейчас сяду и я его получается бампер в обратную сторону вот но там видно что он склеился поэтому бампер пойдет в ремонт от всей команды хотим выразить благодарность за помощь закручивания я забыл как это называется диффузор сплиттер сплиттер ребят просто представьте ну а по не пропустит этот трек но мы включили ханса зиммера его саундтреки из фильма интерстеллар из фильма начало и мы едем это все слышим то смотрел интерстеллар помню что там были кукурузные поля мы видим справу кукурузные поля дай бог это не будет это ниже и мы это все видим на мурашки по коже как будто мы в каком-то кино нереальном тут еще смотрим налево озеро огромное и это все у нас возбуждает такой спектр эмоций кубанское водохранилище как будто мы попали просто на другую землю и вау мы просто приехали как первые колонизаторы у меня просто мурашки по коже сразу почти готова была плакать кто у нас тут эй эмпиа 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 я хочу хоть кормлюсь это чувство которые будут пастись вот этих вот у вас можно можно меня принять вот насколько они ци видны задайте посмотрите прям милка идет вообще воен а как я не перестану повторится будет тоже фраза как это кращал питайте пожалуйста впитой питайте эту красоту себя Вот это вот все Поймите, что это природа создавала для вас Для того, чтобы вы это все созерцали И вы все это сохраняли И оставляли вот Ихрон И просто Ну как бы Поднимаете все эти экодвижения, да Там очень маленький А с промоклой леса Такой чисто небритый Интимная стрижка По дороге Злату остановил сотрудник Инспекции И что ты нарушила? Я нарушила правила дорожного движения Нарушила правила красоты Нет, как там было? Она работала в бутыке Берилева Пока парень не выкинул с работы В одной из этих ужасных сцен И что делать, как она пошла Я не знаю, что ты сделаешь Смотрела моя прекрасная няня Ааа, это оттуда? Мы удаляемся из всего видео Ну просто Да За что? Она перед... За вождение в детском виде Как ты ответила, когда тебе сотрудники ДПС сказали Ну видно, вам права подарили Да, меня это вообще очень сильно опитило Потому что я сдавала на права сама Я сдавала на них с первого раза И ты ему сказал, что ты первая Конечно, я говорю Это было очень некрасиво с вашей стороны Мне так говорить Я считаю, что вы должны извиниться Он извинился Ну если мы успеем Финальный кайфовый маршрут Он достаточно плавный, скоростной С видами на горы Он похож чем-то на Тростополянскую дорогу Но покруче Но покруче, да Мне нужен инвестор, который Это обращаюсь к вам подписчики Который даст мне разрешение построить вон там в поле Где мы только что ехали Где красивый вид Какое-то просто отдельное плато Пятачок, чтобы я могла подрестись И сделать красивое видео Асфальтировщики, свяжитесь с ней Да Я за сутки прищаю на телечеку Вы перейдите Все, она включена? Есть Спасибо До свидания, хорошего доброго Что ты снимаешь? Камеру, вырубай нам Как меняется ландшафт Просто безумие, да За буквально какие-то километры Да, не растительные Какие здесь прям поры Напичканные лесом У меня просто emotional damage Но в обратном сторону, да Давай быстрее Слышь, ты часто ждут переговоры Дорога просто соска Вот просто гляньте на нее Где в Москве такая дорога есть, да Кроме пассивона и платок Концентрироваться на съемке Понимать, что ты летишь в повороте И не контролировать вообще, что происходит Но я тебе доверяю Типа Два А, два Это что за пирогистская дерево? В горах это Вообще, вот если смотреть вот так вот Вот так Смотри, похоже на пуша бы Смотри, что прям проехал же Смотря какой фабрик Смотря откуда приходит фабрик Смотря сколько детей Похоже на пуша Здесь столько техники Смотри, какие огромные Пипец, они что, марс покорять? Приехали Вау Палотоходы Посмотри слева А справа? Посмотри вот на эти пейзажи Огромный Посмотри, что было такое Охренеть Давайте посчитаем себе Насколько раз за эту поездку Сказал слуху Ааа, там Лермонтов Или Тючев Я теперь понимаю Когда они Видят такие красоты Ну, как будто бы Тебе хочется Все больше слов узнать Чтобы попробовать Это все описать По-новому Вот мы и приехали Это наш отель Вот так Вы должны все Типа вот так Вот так Тясти ее Вот так Фум Чтобы Зрителю Затошнило Это наш Китальный Отель Как вы знаете Выполняется Обычно С самого начала И самое конец Видимо, ребята Делают такой Финальный аккорд Как мы видели Здесь, естественно Есть камня Это Определенный Самый Наш отель Который я уже Видела за последний Я тебе больше скажу Посмотри справа Что есть Телескоп Телескоп Это понятно Проверка формы После Осетинских пирогов Куча шашлыка Ну Не могу сказать, что Все осталось прежде Но Могло бы быть и хуже У меня была мечта В этой поездке Побегать По серпантину Вот как в моей тачке Входят повороты На серпантинах Вот я так же Хотела побегать Спортик Горы Свежий воздух И Короче, сейчас Восемь утра Я встала Чтобы Испомнить Свою маленькую мечту Пачка ульты В моем кармане Заставляет играть Эту катку В шедер Я возьму Бравлера И пойду Катать Шелли Почему Я хочу В пятерочку Побежала И Максимальный пульс И максимальный пульс Максимальный пульс Был 181 Да Это Доброе утро Я хочу вам показать Но Поскольку мы приехали ночью Было вообще Ничего не видно Куда мы приехали Куда мы заселились А сейчас Самое время Показать вам Красоту Просто невероятно Во-первых У нас в номере Есть вот такой Проектор Я сразу Включила вам Викгор Но это Скажем так Like Imagination You know А если Сделать вот так То это У меня Реальность Ну красота Ну лепота А теперь Мы выдвигаемся На закрытую дорогу Где никого не будет Будем только мы Наши машины И весело на стене Мы прыгнули В М2 К лесу Мы с Амелиной Показывали Классный Вот этот Компьютер Расскажи подробнее Про нем Это делает В России Роносенсорная Показывает Очень много данных Показывает Всякие пики И так далее И тому подобное Короче Делай так Чтобы ваш автомобиль Не взорвался Чтобы вы глазками Видели Что у вас там Происходит Ну если вам это Конечно надо На самом деле Очень крутая штука Стоит максимально Своих денег Очень круто Вписывается в салон И к нему еще Можно подключить Внешний датчик Температуры Выхлопных газов В водометанольную систему И отсюда И управлять А сколько стоит В дневниках Деньги 70 тысяч рублей Ну как бы Не дешево Да Но Тот продукт Который предоставляет За эти деньги Я честно Ну в шоке Смотрите Самое главное Заходишь в меню Заходишь Получается Сюда О приборе И смотрите Специально Для Льва И моя машина Это же Ну Это же Разъеб Продолжение следует Это что-то невероятное Просто посмотри Я такого не видела Ни в Альпах Ни в Доломитах Ни где там еще Можно я это все Ну я в Америке В этом плане В таких горах Не была Но это настолько Красиво Когда уже Изобретут Какой-то вот Инструмент Аппарат Там Камеру Которая сможет Вот это все Прям тебя Вот полностью В это погрузить То есть Ну не все У них же есть Возможность Вот так путешествовать И это очень грустно Поэтому ребят Ставьте 40 тысяч лайков Чтобы Кого-то я взяла С собой Потому что Это будет очень круто И вот этому человеку Вот так надеюсь Очки какие-нибудь И он такой У нас финал Нидфо Трипа При Эльбрусе Мы находимся На панораме Архиза Вот туда 40 километров Красная поляна Когда-нибудь Мы по ней Прокатимся Сзади нас ждет Архиз Аэропорт Минводы Автовоз Так что что Мы финалимся У нас Что у нас Некая церемония Посвящения В Нидфо Триповцы Мы вручаем вам Паспорта Ого Паспорта людей Которые прошли Эти 4 дня С нами Бок о бок Он открывает двери Вам Карточка Настоящих Путешественников Вот Поэтому Первый Кому мы вручаем Это Ангелина Авланд Все Я Будет Распить Фит Клаб Первая Твоя Поездка Это Трипа Трипа Эльбрусе И мы Ставим Тебе Печать Убираем Все Молодцы Безумные Спасибо В тот момент Я и знать не знала Что это будет Последней поездкой В далекие края На моей Истер И уже через два месяца Я попрощаюсь С вами навсегда Ди Сандо Ди Сандо Ди Сандо Ди Сандо Ди Сандо Я хочу Чтобы Кто-то Кто смотрит Это видео Мой зритель Дорогой Влюбился Через экран Во все эти красоты И реально Захотел сюда приехать Я благодарю Эту поездку За то Что я украла Свою машину С новой стороны Я влюбилась В нее Еще сильнее Я еще больше Обрадовалась Этой пабуке И я надеюсь Что через экраны Вы тоже Это прочувствовали И для вас Это был Реально интересный Видеоролик Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Оставляю ссылочку На них Фортрип Внизу Это не реклама Это просто Чисто Вот я готова О них говорить Всегда и везде Потому что организаторы Мурат Виолетта Рома Который снимал Вместе с Фладом Документал Слада На мяте Маша И Лев Эти ребята Они сделали Эти 4 дня Даже 5 4 с половиной Знаете почему Я согласна С Усачевым Руслан Усачевым Что Путешествует Друзья для того Чтобы Вот эта вот Стременная петля Которая начинает С каждого года Закручиваться Еще быстрее И быстрее Ты в этом потоке Не успеваешь Вообще Смотреть по сторонам А путешествие Дает выдохнуть И этот Другой пил Заметить А это Очень важно Люблю вас Передите себя Путешествуйте